привет меня зовут ольга гужбина и это онлайн школа академика сегодня мы сделаем портретную зарисовку угольным карандашом что нам для этого понадобится мы будем использовать сам угольный карандаш несколько растушевок ластик также можем использовать ластик в карандаше и попробуем с вами сделать зарисовку при помощи угольной крошки как ее сделать я расскажу в самом мастер-классе рисовать я буду по видео референсу такого необычного меланхоличного парня с татуировками на лице ну что давайте начнем итак основная задача наброска постараться ухватить общую суть и характер того что мы изображаем поэтому я начинаю с компоновки в листе и закладки большого силуэта и большого теневого рисунка этот рисунок я буду делать углем это очень благодарный в работе материал и подходит для начинающих а сколько уголь это материал мягкий можно начинать работу прямо пальцем или растушкой набрав на кончик немного угольной пыли которую мы заранее подготовили проще говоря натачивая карандаш сохраняйте пыль со стержня и потом используйте ее в работе мне нравится рисовать пальцем потому что это позволяет сделать более свободную и живописную подкладку это всегда только на пользу рисунку я намечаю мягкой силуэт головы пятно глазниц тень под носом и на щеке словом я просто пытаюсь рисовать все темные пятна и при этом ухватить основные пропорции модели уже на этом этапе я могу помочь себе карандашом или острием растушки чтобы наметить направление бровей угол глазниц переносицу кончик носа а также мягко обозначить зрачок с помощью пальцев и растушки я начинаю вводить полутона на этом этапе рисунок становится весь усредненно серым но пугаться не нужно это лишь промежуточный этап теперь когда основные части лица проще говоря глаза нос и рот нашли свое место в листе я начинаю постепенно усиливать тени есть беспроигрышная схема которая работает наверное в 90 процентов случаев это тональная растяжка по частям лица максимальная тень в глазницах это же можно сказать и о проработке и по нисходящей чуть ослабевает тень под кончиком носа и мягче всего мы моделируем губы когда я говорю о самой детальной проработке в глазницах основная ошибка новичков увлечься рисованием глаза потому что это правда очень затягивает хочется сделать и реснички и зрачок но это чревато тем что мы потеряем большое пятно есть даже такое понятие деталь в пятне то есть не потерять общее пятно и сделать деталь наверное я не преувеличу если скажу что это одна из самых сложных задач в рисовании да и в живописи сделать деталь и не потерять пятно к счастью даже если мы слишком увлеклись детализацией всегда можно снова обобщить пальцем или растушкой объединить все общим тоном пройдясь по теневой части лица я усиливаю темное пятно волос и тени в лице и на этом этапе я уже использую ластик для маленьких рисунков например как этот и меньше мне очень удобно пользоваться ластиком в карандаше кстати еще одно очень важное правило при работе с обычным ластиком всегда всегда следите за тем чтобы он был острым для этого просто срезайте затупившийся край под острым углом самым обычным канцелярским ножом потому что ластик это по сути наш белый карандаш и очень важно сохранять у него острый рабочий кончик теперь когда все намечено начинаем переходить к деталям тут уже можно в свое удовольствие проработать глаз определить слезник ресничный край складочку подвижного века осветить белок и даже поставить плечок также наметить складку и уголки губ кстати у большинства людей уголок губ придется ровно под зрачок если провести вертикаль намечаем тень под нижней губой в нашем случае и тень на самой губе нижней опять же в большинстве случаев при дневном освещении или искусственном в помещении свет чаще всего падает сверху вниз поэтому верхняя губа в тени а на нижнюю мы запускаем свет так мы и формируем объем я снова возвращаюсь к силуэту головы уточняю движение прядей волос и вычищаю с помощью ластика бумагу чтобы не сбивался рисунок теперь с помощью карандаша и острия растушки можно наметить движение прядей волос где-то сделать их еще темнее и уже оставить сам штрих чтобы сметировать волосы тут нужно просто внимательно следить за натурой где-то вводить штрих а где-то оставлять то что уже сделано изначально мягкую подкладку чтобы не забивать всю шапку волос штрихами тогда у нас и появится разница фактур а это только добавляет живости все что ближе к лицевой маске я подчеркиваю штрихами дальний край стараюсь держать пятном это создает эффект плановости все что дальше мы делаем мягче все что ближе к нам акцентируем на волосах тоже есть свет если смотреть в целом волосы это темное пятно но на них есть цвет один из приемов класть свет на волосы мазком поперек то есть если тени я проходила по форме пряди то света я протираю большим мазком ластика поперек детализация волос потянет за собой необходимость еще более детальной проработки частей лица тут я уже заточенным карандашиком уточняю и детализирую глазницы кончик носа и губы уточняю овал лица и все что мне кажется жестким сглаживаю растушкой что же нужно делать жестче а что списать и тут есть простое правило все где проступает костная основа можно подчеркнуть и сделать жестче это скулы глазницы переносится подбородок углы челюсти мягче мы делаем щеки и носогубные складки губы кстати еще одна из ошибок это акцентировать носогубные складки даже если они есть у человека которого вы рисуете старайтесь их делать мягче и нивелировать потому что они смотрятся грубо и обычно придают возраста конечно если мы рисуем пожилого человека тут можно смело подчеркнуть и морщинки на лбу и складки вокруг губ в целом я считаю что главное в наброске уловить образ и настроение человека поэтому некоторые характерные черты допустимо немного преувеличить а что-то опустить так работает правило отбора теперь самое время наметить шею и одежду очень мягко пальцем или растушкой чтобы не отвлекать внимание от головы и финальная детализация в голове снова прохожусь по связке глазницы нос губы добавляю полутона там где их не хватает и вычищаю цвета резинкой там где они затерлись такая уж особенность у мягкого материала цвета затираются поэтому их обязательно нужно почистить резинкой самые яркие цвета у нас блик на носу и над верхней губой также я добавляю свет на волосах где-то ввожу недостающие штрихи линии на одежде немножечко уточняю овал лица растушевываю жесткие тени и перехожу к самому интересному у нашей модели очень характерные татуировки на лице конечно их нужно сделать но их нужно сделать очень деликатно и очень мягко чтобы они не вырывались из листа я просто срисовываю надписи с модели слежу за тем чтобы они не были очень яркими конечно добавляю напоследок несколько штрихов обязательно очищаю лист от пятен которые остались процессе работы ставлю подпись и рисунок готов ну что ж наш урок подошел к концу надеюсь он был для вас полезен и вы узнали основные принципы работы с угольной крошкой и карандашом а также как делать подобные зарисовки а с вами была я ольга гужбина и онлайн школа академика до новых встреч онлайн школа академика благодарит вас за просмотр если вам понравился наш урок то обязательно поставьте лайк и напишите комментарий все это помогает нам продвижение этого и других наших роликов и конечно подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик чтобы не пропустить наши новые видео уроки а